Девушки отдыхают В частной двойке Хабиб Тони добавляется еще один поединок, забит Яир Родригес. Если вдруг эта новость каким-то чудом прошла мимо вас стороной сегодня, у меня для вас плохие вести с фронта, этому бою официально кранты. Сам Дана Уайт об этом рассказал прошлой ночью, Яир травмирован и не сможет выйти на бой. У него там трещина и растяжение связок в районе лодыжки. Подраться Забит Магомед Шарипов должен был с Яиром Родригесом 29 августа. А ведь Забит совсем недавно писал у себя в соцсетях, мол, спустя два года с третьей попытки этот бой все-таки состоится. Нет, друзья, даже с третьей попытки он не состоится. Ладно, из хорошего Забита и Скарда убирать не собираются. Он все равно подерется 29 августа, как и планировалось. Вопрос только с кем? Дана и матчмейкеры уже активно подыскивают соперника для нашего бойца. Если вдруг вы видели уже какие-то новости, типа Забит проведет реванш с Кеттером на этом турнире или что-то в таком духе, это все фейк, не ведитесь, пока не было никакой официальной информации на этот счет. Просто менеджер Кеттера пока сообщил, что Келвин готов выйти на этом турнире против Забита во второй раз. Но это были лишь слова менеджера и не более того. На данный момент все этим ограничилось. Также свою готовность подраться с Забитом выразил Чарльз Росса, но это точно не вариант для Магомед Шарипова. О других опциях для Забита пока неизвестно. Нужно лишь немного подождать, и мы с вами узнаем, кого все-таки выберут ему в сопернике. Что касается Кеттера, что же, было бы весьма любопытно на это взглянуть во второй раз, ведь и первый бой был довольно динамичным и интересным. Но по-хорошему, если подходить к карьере Забита со стратегической точки зрения, лучше бы ему такой поединок не принимать. Во-первых, он уже побил этого соперника и Забит уже в околопретендентской позиции, чего не скажешь о Келвине. Так что вторая победа подряд над ним ничего для Магомед Шарипова не даст. А вот для Кеттера это очень хороший шанс появиться в титульной гонке. Он и так после поражения Забиту набрал две мощных победы, третья ему тут точно пригодится. Плюс он уже знает, чего ждать от Забита, и в первый раз Келвин показал, что функционально он готов лучше Забита, и в третьем раунде смотрелся очень хорошо. Теперь же это будет пятираундовый бой, и кто его знает, как он будет складываться. В поздних раундах бокс Кеттера может дать о себе знать. Понятно, что в этот раз и сам Забит готовится уже к пятираундовому бою, так что выносливость у него будет, наверное, получше. Но в любом случае, снова Кеттер, как по мне, не лучший вариант для карьеры Забит. С другой стороны, из топов такой бой явно никто сейчас не примет. Посмотрите на топ-10. Замбак вроде прилететь не сможет, он уже жаловался на это не раз. Артега после вечного простоя на трехнедельном уведомлении точно не впишется. Эммет травмирован, и надолго у Эдгара уже есть бой, он переходит в другой дивизион. Аллен закрывает десятку, и в нем Забит заинтересован, наверное, самым минимальным образом. И у нас остается, получается, в десятке только Холуэй, который буквально месяц назад в титульнике дрался. Сложно представить, что бывший чемпион захочет сейчас вот стать для кого-то заменой сразу после титульного боя. Получается, для Забита, который сейчас на третьем месте в рейтингах, вариантов-то немного. И такими несложными подсчетами мы с вами можем понять одно. Либо это все-таки будет Кеттер, либо это будет просто ноунейм, чисто для того, чтобы бой вообще состоялся. Что называется, для поддержания Забитовской активности. Ну или кто-то из топов, типа Макса или Артеги, сделает нам подарок на Новый год, но надеяться я бы на это не стал. Это шанс один на миллион. И, кстати, про Макса Холуэя. Тут Гилберт Бернс решил поиграть в матчмейкера и написал, что он бы как раз устроил бой Забит против Макса. Но, мол, такой бой ему пришелся бы по душе, будь у него возможность выбирать соперников в данном поединке. И с его выбором сложно не согласиться. Было бы действительно интересно, но от реальности этот вариант довольно далек. Едем дальше. Президент UFC поведал, что Абу-Даби станет официально мировой столицей боев для UFC. По словам Даны, они приняли решение, что бои теперь в Эмиратах будут проходить на регулярной основе. UFC будет возвращаться в Абу-Даби по несколько раз в год. И, как я понимаю, иногда даже целыми сезонами. В следующей своей поездке в ОАЭ Дана планирует пробыть на местность аж 5 недель подряд, больше месяца. И будет там заниматься как раз таки организацией поединков. Видимо, бойцовский остров уже никуда девать не собираются, и он будет там стоять просто железно. Ну и очевидно, что арабские шейхи очень серьезным образом решили вложиться в раскрутку всей этой истории на своей территории. До этого момента столицей считался Вегас. Ну, раз Дана говорит, что теперь это будет Абу-Даби, значит действительно Абу-Даби. Впрочем, мы с вами от этого, наверное, вообще ничего не проигрываем. Не знаю, как отреагируют на эту новость бойцы, потому что многим придется по несколько раз в год летать именно туда. Но, по-моему, все должны быть, в принципе, довольны. Потому что в этот раз бойцы, судя по инстаграму и всему остальному, были очень довольны тем, как их встречали на местности. В эти выходные бойня Олейник Льюис, и дядь Леш тут заявил, что просто не переваривает пятираундовые бои. А ведь ему предстоит именно такой поединок против Льюиса, ведь это главный бой вечера. Но Удаф уже прикинул для себя несколько сценариев, как ускорить развязку этого боя и не дотягивать до пятого раунда. К слову, на любую досрочную победу Олейника дают коэффициент 3.1, на досрочку от Льюиса Кэфф 1.7. И один боец, и другой очень любят оставлять судей без работы. Ну, паримач уже привычный подгон для наших. По ссылке в закрепленном комментарии можно словить бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Не теряйтесь, выбирайте своего лидера. А на очереди у нас Бритц. Топ полусреднего дивизиона Леон Эдвардс, кажется, осознал, что с титульником его сейчас в любом случае прокатят, и бой с Усманом уйдет кому-то другому, а не ему. Поэтому он просит о поединке против Хорхе Масвиделя, называя этот бой единственным, который имеет для него смысл в данный момент. Леон хочет поквитаться за три порции с содовой. Ну, вы помните то угощение за кулисами. Пауло Коста лютует на тренировках. Уже не в первый раз прилетают весточки из лагеря бразильца, что он буквально ломает своих спарринг-партнеров, зарубаясь с ними просто в полную силу на тренировках. Сам Пауло объясняет это так. По его словам, он специально искал себе для тренировок исключительно профессиональных бойцов, которым он, соответственно, еще и платит, поэтому Коста убежден, что ему нет необходимости заботиться об их здоровье. Поэтому Пауло накидывает им плюхи, не стесняясь. Говорит, что очень голоден и уже не может больше ждать. Рафаэль Физиев переподписал контракт с UFC на четыре боя. Судя по бойне, которую он выдал в прошлом поединке, Физиеву точно предложили условия пожирнее в этот раз. Бен Аскрин уже ушел из спорта, это знают все, но вот закинул Бен тут на днях такую реплику, которую можно смело считать лазейкой для его камбэка. В общем, классика жанра. Аскрин говорит, если бы ему предложили хороший чек и подходящего оппонента, он бы мог еще разок заглянуть в октагон. Напишите, хотели бы вы уверить еще раз старичка. И да, я знаю, что он не старый. Кевин Ли хочет помочь подготовиться Сент-Пьеру к бою с Хабибом в следующем году. Кевина в последние дни снова стало довольно много на просторах социальных сетей и средств массовой информации, это классический для него вариант. Когда после поражения проходит достаточное количество времени, Ли опять врывается. Хотя в клетку врываться он не спешит. Однако, как всегда, у него есть лекарства для Сент-Пьера против Хабиба на словах. Кстати, тут Зубугорные издания подсчитали, сколько стоит алкогольный бизнес МакГрегора. В общем, компанию, которая производит Proper 12, виски ирландца оценили в 200 миллионов евро. Кормье создал машину времени! И эта машина времени, это его собственный дом, где и проходят сейчас все его тренировки к бою с Меочищем. Вот это фото из лагеря. Кормье облетело за минувшие сутки просто все паблики. Три чемпиона на базе. Все помогают DC в подготовке к его финальному поединку в карьере. Это довольно трогательно. Все эти парни лучшие друзья, и все становились чемпионами UFC, помогая друг другу. Все построили карьеры буквально с нуля в этом зале, и все стали чемпами. Двое из них уже не выступают, и третий, вероятно, присоединится к этой парочке через две недели. И вот что пишет об этом всем DC. Мы всегда прикрывали спины друг другу. Мне так повезло, что эти ребята рядом со мной на протяжении моей карьеры и моей жизни. Я бы не смог построить такую карьеру без вас, парни. Мы три короля, а.к.а. Я счастлив, что вы есть у меня, братья. Многие начали удивляться, а как же Хабиб, поверьте, к нему Дэниэль относится так же тепло, как и к этим парням. Сам Хаби написал об этой фотографии следующее. Я научился у этих ребят очень многому. Удачи DC. Не могу поверить, что вскоре ты завершишь карьеру. Кормье ему ответил. Наш чемпион. Мы были тремя королями, ты стал четвертым, величайшим королем. Короче, мир, дружба, жвачка. А если вернуться к фото DC, ну, бравые ребята из Академии Кикбоксинга, конечно, давали прикурить в свое время. Эх, я ж взгрустнул немного, ностальгируя. А закончим мы этот выпуск новым постом от Хабы. Орел пашет каждый день без выходных, и он активизировался в последнее время на просторах социальных сетей. Вопросы всегда будут. Их будет немало. Самое главное, чтобы ты сам знал на них ответы. Иллюзии могут засесть в твоей голове надолго. 80 дней до боя. Напомню, Хабиб подерется с Гейджи 24 октября. Ну а меочич кормье уже на следующей неделе, если вдруг вы забыли. Спасибо, друзья, за то, что вы присоединились к армии Хардкор ММА. Если вдруг так получилось, что вы еще этого не сделали, то самое время подписаться на канал и войти в наш клуб. Для вас работал Давид, Багдасарян и вся наша дружная команда Хардкор ММА. На связи.